Привет всем друзья, сегодня с вами снова я Владимир и это очередной СКК специально для группы ВКонтакте Весотник Юпад 7. Сегодня поговорим о следующих возможностях нашего планшета. Кстати, если вы смотрите нас на ютюбе, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу, мы будем вам очень рады. Итак, сегодня речь пойдет о дополнительных возможностях, которые дает доступ.ру. И вначале поговорим о такой насущной проблеме, как снятие скриншотов с рабочего стола. Значит, для этих целей подойдет программа ShootMe, она абсолютно бесплатна. Посмотрим, как она работает и что, собственно, для этого нужно. Ну вот у программы такая вот иконка, запускаем ее. Она работает в альбомной ориентации. Значит, нам предлагают согласиться с пользовательскими требованиями, что мы отказываемся от каких-либо претензий к создателям. Мы, разумеется, жмем принять, в противном случае программа не запустится. И она пытается создать сервер. Значит, программе даются права суперпользователя. Вот, вы видите. Но экран блокируется до тех пор, пока мы не свернем программу. Итак, вот такой вот у нее интерфейс. Как вы видите, прицел. Значит, даже перевернув, мы ничего не сможем изменить. Она работает только в такой ориентации. Поэтому мы должны нажать свернуть. Все, она сворачивается и работает в фоновом режиме. Но она не отображается в меню запущенных программ. Поэтому, чтобы ее активировать, необходимо просто-напросто встряхнуть свой телефон. Ну, либо планшет. Итак, как же все это делается? Давайте посмотрим данный момент. Итак, я думаю, меня видно. Значит, как я уже говорил, программа активируется просто щелчком. И давайте параллельно, значит, стараемся совместить эти два видео. Значит, так это делается. Я включаю звук планшета на максимум, чтобы вы слышали щелчок. Так, давайте посмотрим. И стараемся. И, пожалуйста. Все, мы услышали звук запора. Давайте теперь посмотрим, где же находится... Сделан нам снимок. Видите, надпись была Snapshot has been saved. То есть, снимок был сохранен. И где же он будет храниться? Так, а храниться он будет на карте памяти. И, значит, все снимки сохранятся в папку ShootMe. И, значит, вот этот снимок, который был сделан только что. Выбираем программу для подсмотра изображения. Вот, пожалуйста. Снимок в моей системе. При желании вы можете выкладывать их куда угодно. И также делать снимки можно абсолютно в любом, как сказать... По любому режиму. То есть, будь то игра, будь то настройки, будь то что-либо еще. В общем, программа очень удобная. Как ее выключать? Значит, она по-прежнему запущена на нашем планшете. То есть, опять-таки, очередное встряхивание. И программа будет делать снимки. Поэтому мы опять заходим в ShootMe. Она опять переворачивает планшет в альбомную ориентацию. И просто жмем Выпад. Тапаем. Все. После программа опять возвращает прежнее состояние планшета. И она больше не находится в списке запущенных приложений. Теперь вторая программа, о которой мы поговорим. Это программа для записи видео. Называется она Z Screen Recorder. Итак, у программы вот такая вот иконочка. Она тоже требует права root. И, как ни странно, она также запускает планшет в альбомной ориентации. То есть, программа может работать только в альбомной ориентации. И, как Вы можете видеть, ей также даются права суперпользователя. То есть, в противном случае, она работать не будет. Итак, при первом запуске программа будет качать свои кодеки с интернета. Значит, делается это довольно, можно сказать, длительное время. Поэтому я уже показываю Вам полностью закаченные со всеми файлами, необходимыми для запуска. И давайте нажмем просто Record. Запись начнется через 3, 2, 1. И поехали. Итак, вот Вы видите, в левом верхнем углу мигает значок записи. Открыв меню, мы можем сказать, что здесь Screen Recorder начал работать. Итак, ну мы делаем абсолютно все, что нам нужно для снятия видео. Причем, что следует отметить, программа очень разумно поступает. Чтобы сэкономить объем занимаемого пространства видеороликами, а также размер видео, все, что мы сейчас снимаем, впоследствии будет перекодировано в такой формат. То есть, скорость аудиозаписи будет приблизительно, ну, может быть, в 3-4 раза быстрее оригинального. Вот, допустим, мы сделали все, что нам надо. И тапаем, чтобы остановить съемку. Впоследствии можно будет посмотреть, что мы сняли. Опять открывается интерфейс программы. Мы заходим в раздел Gallery. И здесь можно посмотреть сделанные нами видеоролики. Кстати, почему это все работает не так быстро? Потому что запущен VLC сервер. Потому как я часть изображения скидываю на компьютер. Вот, видеоролик весит всего 2,27 МБ и идет всего 8 секунд. Хотя, как вы, наверное, уже видели, я это делал намного дольше. Пожалуйста. Единственное отличие платной версии от бесплатной. Вот это вот индикатор Free Edition. Все ускорено, все очень быстро, и все занимает очень мало места. Поэтому эта программа имеет место быть на нашем планшете. Я удаляю этот видеоролик. При желании вы можете найти их через ES Explorer, то есть через любой файловый менеджер. Вы можете выложить эти видео в сеть. либо скинуть на компьютер, потому что эта программа сохраняет все видеоролики в свою папочку на карте памяти. Папочка называется также Z-Screen. И давайте я вам ее покажу. Мы снова возвращаемся к такому виду и заходим в VS-проводник. Стоит посмотреть, где находится эта папочка. И вот, пожалуйста, папочка Z-Screen-рекордер, она находится в папке Z-Aussan, потому что это фирма-производитель данной программы. И вот, пожалуйста, Z-Screen-рекордер. Здесь, в принципе, должны быть аудиозаписи, ну, видеозаписи, которые мы сделали, но сейчас я их удалю. Ну, на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, выпуск окажется вам полезным. И ссылки на рабочие версии этих программ будут выложены в описании к видео. Если вы смотрите нас на YouTube, подписывайтесь на наш канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, пишите свои предложения и отзывы. С вами был Владимир. До скорых встреч.